Халлилуйя, дорогие мои! Благословение Господне! Каждому из вас! Мир Божий! Мир, мир, мир! Шалом! Халлилуйя! Рад встретиться с вами снова в городе Иисус! Халлилуйя! И сегодня мы продолжим наши молитвы поста и подготовки к предстоящей божественной встрече на ретрит 13 по 15 августа по теме присутствия и прикосновения Святого Духа. И Бог готовит нас к чему-то большому. Наш Бог, Он мыслит и планует по масштабам. Большими шагами Он двигается. И я рад, что мы с вами можем соединиться в вере, в сердце, в духе, чтобы молиться о наших городах. И сегодня я хочу, чтобы вы узнали об одном. Что в этом мире, на планете Земли, никто не любит тебя так, как Бог тебя любит. Никто не переживает за нас с вами так, как Бог делает. Настолько, что Он любит нас, что Он отдал единородного Сына Своего. Каждому из нас, чтобы в Нем мы имели надежду спасения. В Нем мы возрастали и имели вечную жизнь. Халлилуйя! Он благословляет нас всеми небесными духовными благословениями во кресте и через креста. Это хорошее новое. Поэтому нет больше любви, чем то, что у Бога есть для нас. Он любит вас. Запомните это. И сегодня мы продолжим наши молитвы. Но я хочу заложить определенное понимание о том, что мы делаем. Мы делаем пророческие вещи, пророческие шаги. Мы пророчествуем на наших городах. И они произойдут. И почему мы пророчествуем? На самом деле Библия говорит о том, что Бог хочет, чтобы мы все пророчествовали. Когда мы читаем 1 Коринфянам, 14 глава, 5 и 6 стихи. Апостол Павел говорит. «Желаю, чтобы вы всех, без исключения, говорили языками. Но лучше, чтобы вы пророчествовали. Лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он притом будет и изъяснить, то есть объяснить, учить, чтобы церковь получила назидание. Аллилуйя! Бог желает, чтобы мы имели лучше и лучше, чтобы всех, без исключения пророчествовали. Поэтому наша молитва несет пророческий характер и акцент. Поэтому, когда мы говорим о чем-то, и мы как бы молимся за то, начинай провозглашать, начинай говорить, начинай вы освобождать слова из уст ваших. Потому что вы этим говорите слова, чтобы они произошли во имя Иисуса Христа. Иван Глотт Матфея 11, 23 и 24 стихи Иисус так и сказал. Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горись сей, поднимись и вернись в море, и не усунься сердце свое, будет ему, что не скажет. Обратите внимание, что он говорит. Будет ему, что не скажет, что мы скажем, что ты скажешь, что я скажу, будет нам, Аллелуя, по словам Иисуса Христа. И он начал с тем, что истинно, говорю вам, я не вру никому, я говорю вам истинно. Если Самсон скажет, так и будет по его словам. Если Лена скажет, так и буду по ее словам Если Лина скажет, так и буду по ее словам Если Света скажет, так и буду по ее словам Если Таня и все, кто будут говорить сегодня Так и будет, так и утверждает Иисус Христов Мы поколение веры Поэтому написано Если буду веровать или иметь веру в Божию И 24 стих Это же Местописание утверждает Поэтому говорю вам, когда молите, верите, что получите, верите, что получите, вера переводит нам на другом уровне, потому говорю, все чего, все чего, не будете просить в молитве, верите, что получите и будет вам, аллилуйя. Нет более твердое обещание, чем эти слова. И вы знаете, когда мы читаем книгу пророка Ездра, Ездра, 6 глава, 14 стих написано. И старейшие иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея пророка и Захарии сына Ади. И построили и окончили по воле Бога Израилова, по воле Кира, по воле Дарья и оттоксерца царей персидских. Библия утверждает, что старейшие руководили строительство и они преуспевали. То есть они достигли определенного успеха. Что такое преуспевать? Они продвигались вперед, они токали вперед, они делали что-то успешное, давало успех. Это старое арамейское слово преуспевать, как обозначает. То есть благоустраивать или достигать вершины. Аллилуйя. И написано, что преуспевали. Почему? По пророчеству. То есть по пророчеству пророка Агея и Захарии сына Ади. Что значит это слово по пророчеству? Это фраза. Арамейский язык, оригинальный язык обозначает, что они говорили по вдохновлению. По вдохновлениям они говорили. Другими словами, они по вдохновлениям учили людей. Учили людей, что делать. И старейшины по их вдохновлению, по вдохновлению пророкам, слова вдохновления пророкам, они что-то делали. То есть пророки говорили, что Бог хочет. И народ делали, что Бог хочет. И поэтому то, что мы сегодня будем делать и будем говорить, мы будем говорить под вдохновением, то есть Бог дает слово, и мы говорим по слову, и действуем по слову, и написано, тогда они строили и были успешны, строили, халлилуйя, халлилуйя, и преуспевали. Успех или преуспевание приходит по мере того, как мы действуем по слову Божьим, и говорим по слову Божьим, и верим по слову Божьим, и двигаться по слову Божьим, тогда продвижение природы неизбежно, неизбежно, халлилуйя, халлилуйя, слава Богу. И поэтому сегодня я хочу, чтобы мы были в городе, где Иисус. Какой город сегодня мы верим? Город Кана Галлилийский. Кана Галлилийский. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна 21 глава. И читаем первый и второй стих. «После того опять явился Иисус учениками своим. При море Тивирском явился же так. Был вместе Симон Пьет и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Кани Галлилийской, и сыновей Заведеевы, и двое других из учеников его». Запомните, что Библия делает нам понять первая глава Иоанна 45 стиха по 47 стиха, что Филипп встретился с Нафанаилом и говорит, Нафанаил, мы нашли того, о котором писал Моисей Пророкин. А он задал вопрос, может ли быть, что доброе из Назарета? И Филипп сказал, пойдем, посмотрим. И Нафанаил встретился с Иисусом и убедился, другими словами, откуда Нафанаил? Он из Кани, он сам, нет, извините, Нафанаил из Капенаум, но пришел к Кани с Иисусом. Так мы говорили, да? Нафанаил, простите, простите, Нафанаил из Кани, это Филипп из другого города, они все в одном образе, но Нафанаил из Кани, это значит, Нафанаил пришел к Иисусу и стал одним из учеников его. Ему давали имя, его другое имя во Филиппе, Нафанаил стал одним из верным учеников за Крестом до конца дни своей жизни. Значит, люди из Кани идут куда? Ко Кресту. Во-вторых, 47 стих написано, люди из Кани идут ко Кресту. Нафанаил, шо ко Кресту? И увидев, идущий к нему Нафанаил, Иисус говорил, вот подлинный израильчанин, которому нет лукаса, Иисус увидел Нафанаил, что идет к нему. И наша молитва сегодня, люди Кани идут ко Кресту, люди в твоем городе будут идти ко Кресту. Аллилуйя. И мы провозглашаем, как пророк говорит, люди из этого города, в котором ты живешь, будут идти ко Кресту. Мы молимся. Аллилуйя. Господь, я молюсь, чтобы люди, живущие в Киеве, в домах, квартирах, люди, которые приезжают сюда, люди, которые трудятся и работают, дети, взрослые, родители, дети, молодежь, Господи. И стародет все люди, живущие в Киеве или приезжие в Киеве, мы молимся, чтобы они шли ко Кресту. Мы провозглашаем, что их увлечение, их жажда и больше всего желание, они будут идти ко Кресту. Люди, как Нафанаи, которые имеют многие вопросы в своих сердцах и ничего не понимают, в конце концов, получат откровение об Иисусе. В конце концов, им откроется Спаситель, они будут идти ко Кресту. Они будут искать Креста во имя Иисуса Креста. Итак, я хочу обратить наше внимание на нечто важное, которое написано в книге Иеремия. Книге Иеремия. Первая глава. Когда Бог явился Иеремия, он дал ему понять, что он образовал его, он призвал его из утробы матери и посвятил и осветил его быть пророком, то есть человек, который будет говорить именем Господа над народами и над людьми. И он сказал, я призвал тебе, осветил тебе пророком для народа, поставить тебя. А он говорит, я молод, я не могу говорить, Бог говорит, не важно, какой твой возраст, ты можешь говорить. И ты будешь говорить, что я вложу в уста твои двятости. И написано, что вот, я вложил слова мои в уста твои. Их, посмотри, я поставлю тебе соединять народами и царствами, чтобы искорнять первое, разорять второе, губить и разрушать, и созидать, и наслаждать. Когда Бог вложит в уста наши, мы можем искорнять, мы не можем искорнять, мы не можем менять, мы не можем менять наши города. Если Бог не вложит в уста наши слова Его, и сегодня как раз Бог вкладывает наши с вами Его слова, которые я делаю с вами. Мы в городе Кани, и Кани, кто-то выходит к Иисуса, значит, люди Кани могут обратиться к Иисусу. 49 стих, когда мы читаем, говорит нам о том, 49 стих, Евангелие от Иоанна, первая глава, дает нам понять, что там происходит. Халлилуйя. Написано, Нафанаил отвечал Иисусу и говорил, Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израиля. У него появится откровение, он просто идет ко Кристу. Люди из Кани не просто идут в церкви, не просто идут в синагоги, не просто идут в храмы, но им открывается, кто такой Иисус. Бог начинает открывать Сына Своего им. Вы понимаете, когда Иисус открывается тебе, ты не можешь покидать Его никогда. Твоя жизнь меняется полностью. Город не может забить об Иисусе. Как и Нафанаил не мог забивать об Иисусе, следовав за Иисусом до конца дней своей жизни. Такие представители нашего города нужны в Киеве и все города, что люди в этом городе не могут забивать об Иисусе. Почему? Потому что, как Нафанаил, ему было открыто, и он говорил, Рави, ты Сын Бога. Ты Сын Божий, Царь Израиля. Такое откровение получил Петра, один из учеников Са Христа. Он сказал, ты Сын Бога Живого. Иисус сказал, никто не открыть тебе это, кроме Отца Моего Небесного. И с этого дня ты камень пьет. Симон, ты камень. На этой я буду создать секу свою и врата ада не одолеть ее. На такое откровение Бог дает. Иисус пришел к Анне, чтобы открыться людям, живущим там. Один из них это Нафанаил. Я молюсь вместе с вами сейчас, чтобы Иисус открывался людям, как Сын Бога Живого. Как Царь Израильский. Как Царь. Если Он Царь Израильский, Он Царь твоего города. Он Царь нашей страны Украины. Он Царь земной. Он Царь Царь, Бог Богов, Владыка всей земной. Халлилуйя. Мы провозглашаем Иисуса Царьем. Мы провозглашаем Его Богом на каждого жителя в нашем городе. На каждого женщины и мужчины в нашем городе. На каждого молодого человека. Мы провозглашаем Его Царем, управителем. На всем живущим и на все дела, на все производства, на все движения в нашем городе и нашей стране Украины. Во имя Иисуса Христа. Не будет другого Царя. Не будет другого правителя, кроме Господа, Бога нашего, который есть Сын Бога Живого. Который есть Иисус Христос. Который есть Владыка всей земли. Который есть Царь Царей. Господь Господь Свящий. Во имя Иисуса. Господь, мы провозглашаем Тебе над этим городом. И смотрите. 50 стих. Иисус говорит ему, когда у него появится это откровение. Иисус говорит ему. Ты веришь, потому что я сказал, я вижу Тебя. Обратите внимание. Идет диалог. На файл сомневался. Иисус открылся ему. Его вера утвердится. Больше не сомнений. Больше не сомнений. И он поверит. Иисус утверждает. Ты веришь, потому что я сказал, что я Тебя знаю. Я Тебя вижу. Аллилуйя. То есть у него получает всякие сенсы откровения, что Бог его знает. Это внутреннее убеждение, что Бог меня знает. Есть многие христиане, которые не уверены, что Бог их знает. Это очень важно. Начало чего-то многого большого в твоей жизни. Когда ты убеждаешься внутри, что Бог тебе знает, чем твоего пастора. Бог тебе знает, чем любого человека. Бог тебе знает, чем любого священника. Чем любого человека близкого. Бог тебе знает. Иисус говорит, ты веришь, потому что я сказал Тебя, что я вижу Тебя. Когда ты живешь и ты понимаешь, что Бог тебя видит, это меняет твою жизнь. Ты понимаешь, что везде, куда бы ты ни идешь, Бог с тобой и Он тебя видит. Он не оставит тебе. Его глаза сосредоточены на Тебя. Его глаза сосредоточены на жителей Кани. Средоточены на жителей Киева. На жителей по всем областям нашей страны Украины. Все города, все сели, все деревья. Глаза Господни обозревают всю землю, чтобы явить свою славу. Аллилуйя. И смотрите, Иисус сказал, ты веришь. Ты веришь. Ты не только получишь откровение, начатка откровения, кто я, но теперь ты веришь. Потому что ты слышишь меня, ты слышишь голос моего, что я знаю Тебя, я вижу Тебя. Когда ты думаешь, что я тебя не вижу, это тебя удивляет. Что я знаю, как ты живешь, где ты живешь, что происходит с тобой. Я знаю Тебя. У меня есть интерес Тебя благословить. У меня есть интерес Тебя благословить, Тебя помогать, Тебя поднимать во имя Иисуса. Господь, подними людей нашего города. Господь, подними людей нашего города. Мы молимся, чтобы они веровали. Господь, не только по откровению, но внутреннее убеждение, внутреннее твердое убеждение, что Ты есть Господь, и вера. Господь, основывайся на том, что они слышат Твоего Слова, на том, что они слышат Твоего голоса, как Нафанаи услышал Твоего голоса. Я молюсь, чтобы люди в этом городе слышали Твоего голоса, не бесовский голос, не голос, который видел заблуждение, не обман, не демоническое, но голос Бога Живого, голос Бога Живого. Люди будут ходить в церковь, люди будут служить Богу, и они будут знать голоса пастора своего, и как овцы, они будут знать голоса своего пастора, который есть Твоей Господь Иисус. Смотрите, 50-й стих, Иисус сказал, увидишь больше всего, когда я тебе сказал, что я видел тебя, поспокомнись, ты поверишь. Теперь ты увидишь больше, чем, что ты видел. Ты увидишь больше, и то, что ты увидишь, буду подкреплять строй свою веру, поможет тебе восстрастать от благодати благодати, от веры веры, от мира мира, от благословения благословения, от пресвятания пресвятания, от радости радости. Ты будешь восстрастать, ты увидишь больше, то, что ты видишь сейчас, не сравнись с тем, что еще предстоит тебе видеть. Ты увидишь еще больше. Я молюсь, чтобы в нашем городе, город, где ты живешь, провозглашай, что люди будут видеть больше от Бога. Люди будут переживать больше от Бога. Люди будут получить больше от Бога. Господь, во имя Иисуса, я живу в Киеве, провозглашаю, что люди, живущие в Киеве, будут начинать видеть больше от тебя. Больше от тебя. Мы увидим больше людей, идущих к Богу. Больше спасения. Больше исцеления. Больше освобождения. Больше церкви. Больше людей, поклоняющихся тебе, духе и в истине. Больше счастливых семья. Больше счастливых матерей и отцей. Больше счастливых детей. Мы увидим больше просветающих бизнесов. Мы увидим, что экономия поднимается больше. Больше, больше. И мы молимся, когда мы увидим больше, мы увидим еще больше, который запросит. Мы увидим, что уровень болезни падает. Уровень преступности падает. Уровень коррупции падает. Во всей сфере жизни нашего города, нашей страны. В Лосе и аж до председателя Господа Сельского Рада. Во имя Иисуса Христа. Мы увидим больше урожая. Больше солнца. Больше дождя. Больше любви. Больше мира. И меньше кровопролития. Меньше зло. Меньше бандитизм. Меньше стрели. И меньше смерти. А больше жизни. Наши города. Халлилуйя. Окей. Последний. 51 стих. В городе Кани. Иисус говорит. Нафанаилу. Истинно говорит тебе. От ныне будешь видеть небо ответственным. И ангелов Божий восходящий и нисходящий к Сыну Человеческому. У тебя будут посланники с неба. Бог будет послать людей с неба. Твоей жизни. И они раскроют тебе Сына Божьего. Халлилуйя. Ты будешь видеть. У тебя будут откровения. Открытие откровения. Небеса откроются при тобой. Господь, я молюсь. Молимся. Чтобы небеса открывалась на жителей. Наши города. Небо открывается. Проливай праведность в нашу землю. Да земля наша пропитается в праведность Божия. Да земля наша пропитается в Божье благословение. Страх Господня. Да двигается как ветры. Везде. По улицам. По переулкам. По домам. По квадратам. Мы молимся. Чтобы дух веры. Пропиталась в наших городах. Чтобы люди не были религиозными. Просто на Божьем. Но реально веровали. Реально восрождали по духу Божьему. О, мы молимся. Чтобы наша земля. Наши города были пропитаны Богом живого. Во имя Иисуса. Что небеса открывается. Изливает из неба. Аллилуйя. Последние дождя. Дождя славы Божьей. Дождь славы Божьей. И мы молимся. Чтобы последний дождь был славнее. Чем предыдущего. Слава Господне на Украине. Да буду больше, чем предыдущего. Во имя Иисуса. Во всей сфере. Сфере политики. Сфере духовной. Сфере физической. Сфере науки. Сфере медицины. Сфере армии. Сфере образования. Сфере жизни. По семени. Господь. По жития. По экономике. По социальной жизни. Господь до небеса открывается на наши города. Во имя Иисуса Христа. И мы все скажем аминь. Окей. Теперь. Мы что-то узнаем. Вторая глава. Первый стих и второй стих. Из первого или первого по одиннадцатого. Когда мы читаем. Мы увидели что. В этом городе. Там устроили свадьбу. Создают семья. Написано что. На третий день был брак. Первый день был день крещения Иисуса Христа. Второй день. Это когда. Он пришел. И. Творит чудеса. Какое чудо он творит. Он приватил. Вино. Что? Третий день. Был брак. В Канне. Галилейский. И. Мать Иисуса. Была там. И. Был тоже зван Иисус учеников. Его на брак. И. Не доставала вина. То. Мать Иисуса говорит ему. Вина нет у них. Иисус говорит ей. Что мне и тебе жену. Еще не пришел час мой. И. Мать говорит. Сказал. Служителям. Что скажет. Он вам. То делайте. Обращайте внимание. Что скажет. Он вам. То что делайте. Повторите со мной. Что скажет. Мне Иисус. То я сделаю. Аллилуйя. И. И. Дальше. Историю мы знаем. Первое. Что мы хотим. Утвердить. Вопрос. Создание. Семьи. Создание. Семьи. И. Семья. Приглашает. Иисуса. Я хочу. Молиться. Чтобы каждая семья в твоем городе пригласил Иисуса. Те, которые начинают свои семейные жизни. Чтобы Иисус был в центре этой семьи. Или те, которые уже в семье. Чтобы они пригласили Иисуса. И не только Иисуса они пригласили. Они пригласили и ученики Его. Люди, которые потом будут созидать, учить и помогать им. Духовные вопросы. И другие вопросы. Они пригласили вся команда Иисуса Христа. Чтобы быть счастью этой начало Исмели жизни. Я молюсь, чтобы в твоем городе ни один брак не начнется без Иисуса. Ни один брак не начнется не посвящая себе к Иисусу. Чтобы мужи посвятили себе к Иисусу. Жены посвятили себе к Иисусу. Чтобы мужи любили жены. Как Иисус любит церковь. Чтобы жены повиновались мужам. Как церковь повинулась за Христу. Чтобы дети были благословены. И были послушны к родителям. И чтобы у них была долголетняя жизнь. Это справедливо перед Господом. О, чтобы в семье было обеспечение. Чтобы никто ни в чем не нуждался. Аллилуйя. Всякие недостатки. Да будут восполнены Бога. Всякие недостатки. Мудрость. Недостатки финансов. Недостатки понимания. Недостатки способностей. Да Господь восполняет каждое семя. Которое приглашает Иисуса в себе. Которое начинает свою семейную жизнь с Иисусом. Да Господь придет особо. И будет основание этой семьи. Будет фундамент этой брачной жизни. Во имя Иисуса Христа. Присутствовали жених и невесты. Семья, друзей. Иисус учеников. И мать его. И видимо люди обратились к Марии. Люди обратились к Марии. Но Мария сказала. Не обращайтесь ко мне. Делайте все, что Он скажет вам. Все, что Он скажет вам. Я думаю, что когда Мария была жива. Ее слова были. Что скажет вам Иисус. То сделайте. Когда она была жива. Она так сказала. Делайте, что вам Иисус сказал. Она умерла. Ее тело не говорит больше. Ее смертная цена не говорит. Ее фотографии не говорит. Ее иконы не говорят. Когда она была жива. Она сказала. Более 2000 лет тому назад. Все, что Иисус скажет вам. Делайте. Я хочу, чтобы мы помолимся. Чтобы в нашем городе. Люди будут делать того, что Иисус говорит. Церквей. Люди будут делать того, что Иисус говорит. Служители будут делать то, что Иисус им говорит. Потому, что именно когда мы делаем то, что Иисус говорит. Чудеса происходят. Первое чудо в этом бракном пире произошло. Потому, что кто-то посоветовал им. Мать Иисуса сказала. Делайте то, что Он вам скажет. Оно может звучать непонятно. Оно может сумасшедшим. Но делайте, что Иисус вам скажет. И чудеса произойдет. Делайте, что Он скажет. И то, что у вас не достает. Восполнится. Делайте то, что Он скажет. И исцеление произойдет. Делайте то, что Он вам скажет. И чудо произойдет. Перемень и восстанет. Во имя Иисуса Христа. И они делали. И произошло. Я молюсь во имя Иисуса. Наших церквях. Наших служителях. Наших братьев и сестры. Мы будем делать, что Иисус говорит. В Писании. Мы не будем придумывать новые откровения. Мы будем делать, что Иисус нам открывает. Что Иисус говорит. Он сказал. Иди. И мы идем. Он говорит. Поповерь. И мы поверим. Он сказал. Вся власть на небе изменена нам. Мы принимаем эту власть верою. Он говорит. Буду тебе по словам твоим. Тогда я не буду уморкать. Я буду говорить до тепла. Я не увижу эти чудеса в моей жизни. И они делали. И положили. И ты сделаешь. И ты положишь. Для твоего города. В твоем городе. В твоей церкви. В твоем призвании. В твоей служении. В твоей семье. Делайте. Делайте. И ты увидишь чудо. Они увидели первое чудо. Потому что. Делали. Другими словами. По словам Иисуса. Чудоца происходят. По нашим словам. Мы искорняем. Мы разоряем. Мы губим. Потом мы созидаем. Аллилуйя. Мы строим. Мы созидаем. Мы насаждаем. Аллилуйя. И сегодня мы созидаем. Новые семьи. Наши города. Мы строим. Мы насаждаем. Мы созидаем. Новые движения. Святого Духа. Духи. Мы освобождаем. Это все. Во имя Иисуса Христа. Что вы замечаете? Люди пришли. Радоваться. Этой паре. Невеста и жених. Они были частью. Они были поддержкой. Ты не будешь один. Вы не будете одни. Семья будут получать социальные поддержки. Духовные поддержки. Поддержки будут. Отосуду. Со стороны родителей. Со стороны друзей. Со стороны церкви. Со стороны служителей. Ни одна семья не должен оставаться сами собой. Поддержки от отсуду. Поддержки для мужей и жени. Трудные времена. Поддержки детям. Трудные времена. Чтобы везде была поддержка. Учебные заведения поддержки. Образование поддержки. бизнесов, во все поддержки, служения, поддержки. Я провозглашаю поддержки от осуду наших городов из востока, из запада. Помощь наша от Господа. Да придет поддержки от Господа со всех концов мира для твоего города. Чтобы твой город поняться как город, как святойник на горе. Да город воссияет во имя Иисуса Христа. И время не позволяет мне дальше. Но я скажу последнее. Второе чудо. Четвертая глава Иоанна. Четвертая глава Иоанна. 45 стиха. Иисус снова возвращается к Анне. И написано 46. Иисус опять пришел к Анне Галилейскую, где притворил воду вином. И в Капенауме был некий царедворец, у которого сына был болен. Окей. Мы сокращаем все это и мы говорим. Иисус снова в городе. Значит, снова пробуждение. Снова прикосновение из неба. Снова Бог в нашем городе. Бог не покинет твоего города. Иисус снова в городе. Он опять пришел к Анне. Иисус опять в Киеве. Иисус опять в Украине. Благодать снова возрастает. Аллилуйя. Пробуждение поднимется. В 90-е годы начали движение. Иисус снова в наши края. Иисус снова в наши деревья. Иисус снова в наши сели. Иисус снова в твоем городе. Скадовске. Кривомброкье. Блепетровский област. Хаковский област. Донецкий област. Луганский област. Черниговский. Тенополь. Хименицкий. Житомир. Киев. Винницы. Чекаси. Все области. Кировогласский област. Хессонский. Миколаевский. Одесский. Аллилуйя. Черновцы. Аллилуйя. Львовская. Аллилуйя. Волинская. Иисус снова в наши края. Запорожский. Аллилуйя. Иисус снова в наши края. И Крыму. Иисус снова в наши города. Для чего? Чтобы кому-то помогать и прикасаться к жизни чьей-то. Во имя Иисуса Христа. И все, что может быть камень прикновения. Чтобы он не вошел в городе. Мы отнимаем. Мы двигаем эти камни. Мы двигаем эти препятствия. И мы провозглашаем. Иисус снова в нашем городе. Иисус снова в нашем городе. И люди будут ходить по улицам. И будут петь. И провозглашать. Знаешь ли ты, что Иисус Господь. Люди будут петь песни. Знаешь ли ты, что Иисус Господь. На рабочем месте. Люди будут говорить. Знаешь ли ты, что Иисус Господь. Знаешь ли ты, что коронавирус здесь? Нет. Знаешь ли ты, что Иисус Господь на коронавирусах? Знаешь ли ты, что Иисус царь на коронавирусах? Знаешь ли ты, что никакая пандемия Эпидемия не выше Нашего Бога Ответ наш, Господи Иисусе Христе У этого царя дворец Был сын И сын был болен И он пришел к Иисусу Иисус сказал ему Вы не уверите Если не увидите знамения и чудеса Люди знали Иисуса Как Господь Знамения и чудес Как Господь знамения и чудес Да чудеса и знамения Господи Не прекращаются В вашем городе, в вашем служении Ваши церкви, в ваши дома Да не прекращаются Именно через тебя Иисус будут творить подобное Потому что сегодня Иисус родился в нашей сердце Иисус живет в нас Во имя Иисуса мы молимся и провозглашаем Через тебя знамения и чудеса Не прекратится Иисус задал вопрос Вы не уверите Вы не уверите Значит люди будут веровать Когда они увидят знамения и чудеса тоже Люди верят Когда они увидят чудеса и знамения тоже Я молюсь Чтобы любое знамение От Господа Возбуждать И созидать Сын людей В веру Во имя Иисуса Христа Любое малейшее чудо Да возрождает Сын людей В веру Во имя Иисуса Христа Царь и дворец Сказал Господи Приди Пока не уме Сын мой Иисус сказал Иди Пойди Свой сын Здоров Твой сын здоров Второе чудо Иисус Первый Привращает вино Приносит радость людям Воду Вино А второе Он заботится о здоровье О здоровье Это Царь и дворец Он не из Кани Он пришел в Кани Он сам из Капенаума Он пришел в Кани Его сын Капенаум Но он сам пришел в Кани Из Кани Иисус говорит слово И люди В Капенауме Получают исцеление Его сын Получает исцеление Я молюсь Что из твоего города Будут слова Иисуса Будут миссионеры Будут люди Которые будут Провозглашать Слово Божие И другие будут исцеляться Кто-то тебе позвонит Из другого города И скажет Помолись за меня Помолись за меня Скажи слово И ты скажи слово И то выздорове Я это видел Много рад Ты скажи слово И люди будут исцеляться Ты скажи слово И люди будут изменяться Ты скажи слово Из твоего города Кани Кани твоего города Из знаменитых чудеса Будут происходить И когда они будут Сверять времени Они поймут Что То время Когда ты сказал слово Именно тот час чудо произошло. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Все будут собираться верующим. Они будут молиться. Под домашней группой будут молиться. И другие люди будут исцеляться в другие города. О, халлилуйя. Во имя Иисуса. Да будет тебе так. Да будет так в твоем служении. Да твои молитвы пройдет за пределом любая стена. Во имя Иисуса Христа. Никакая стена не может преградовать для твоей молитвы. Для твоей слова. Твои слова сквозь стены. Сквозь границы. Сквозь города. Буду проникать. Буду пройти до костей и до клетки жизни людей. И буду производить чудеса, издамения, исцеления, освобождение. Халлилуйя. И больное восстановление от могучей головы до подошвей ноги. Вы поняли? Мы имеем слова устанавливающие. Право разгощать. Разрушать. Губить. Созидать. И насаждать. И сейчас мы насаждаем наши сердца. Мы насаждаем уста наших. Я вложил слова в мои уста твои. Теперь говори. Если нет слова в мои уста твои, ничего не произойдет. Но когда мои слова в уста твои, что бы ты не скажешь, так и будет. И верите, и не сомневайся. И Господь, мы благодарим тебя, что ты сегодня утром вложи в наши уставы, что ты в городе Кань, значит, ты в городе Киеве, ты в городе Чекасе, ты в городе Кировограде, ты в городе Херсоне, Миколаеве, Одессе, ты в городе Запорожье, ты в городе Чаплина, ты в все города, все города украины. Ты в городе Черниговский, ты в городе Волинский, и Тенополь, и Луви, ты в все города украины. Харков, Луганск Донецк, Краматовский Ты везде, ты везде суши Ты в нашем городе И мы благословляем все города Украины И мы молимся Чтобы чудеса и знамения В виде спасения Исселения, освобождения Восстановления Не будут миновать наши города Потому что ты В Украине И благодать твоя над нами Во имя Иисуса Христа Друзья мои, мы продолжаем молиться Все в течение дня Аллилуйя, до 6 часов вечера Если кто-то хочет дальше идти до завтра утра Пожалуйста, но сегодня это третий день Нашей молитвенной встречи В городе Иисус Завтра мы увидимся В такое же время 7.30 Собирайтесь, давайте вместе Единодушно, есть сила Когда мы молимся С словами, которые Бог Вкладывал Или вложил в уста наши Никто нас не остановит Аллилуйя Благословляй каждого из вас И верьте, что будет нам По словам наши Шалом Мир Божий с вами Увидимся Хорошего дня С Богом Субтитры создавал DimaTorzok